Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые зрители, подписчики и гости канала! Всем бонжур! Понравилось мне делать эту тему вместо «Выйдет ли на связь и что сообщит?» Давайте сейчас повторим опыт. Какое признание вы получите от загаданного человека в загаданный срок? Такова тема этого расклада. Давайте не оставим вашему человеку, загаданному вашему партнеру, шансов на то, чтобы не выйти к вам на связь. И чего-то вам не сообщить, и даже, может быть, открыть сердце, сделать какое-то глубокое признание для вас. Шесть вариантов ответа перед вами. Романтическая Таро, соответственно. Загадывайте человека или партнеров нескольких, загадывайте срок. И выбирайте вариант или варианты, соответственно, какое признание вам сделает партнер, загаданный в этот самый срок. Если просится несколько карт, смотрите несколько карт, потому что понятно, что человек может признаться вам во всем сразу, во многих своих грехах или, наоборот, добродетелях. Поэтому, да, человек может сказать вам не только один какой-то вариант, но еще и несколько, да, несколько сообщений вам сделать. В общем, смотрите столько, сколько хотите, сколько вам кажется вариантов ваших. Ну все, пожалуй, мою мысль, я думаю, вы поняли. Я думаю, я удачно ее до вас донесла. И давайте, чтобы не тянуть кота за резину, перейдем к трактовкам. Итак, для тех, кто выбрал первое розовое сердечко, первый вариант, первую карту, что, да, какое признание вам сделает партнер в загаданный срок, что он вам сообщит. А здесь выпадает десятый старший аркан колесо. Ну, возможно, у вас отношения двигаются по синусоиде, да, вот парадигма ваших отношений – это синусоида. И вот сейчас человек явно входит в активную фазу этой синусоиды, то есть он молчал-молчал, а тут вдруг, извините, его приперло, и он решит выйти с вами на связь, решит общаться, решит назначить, может быть, свидание, может быть, его, да, ну, общение любовного он захочет с вами, да, любовные встречи, свидания. Может быть, его, извините, припрёт, да, он соскучится по вам, и вот, наконец-то, в загаданный срок выйдет на связь и так и признается вам напрямую, что он по вам скучает, он соскучился, что, да, живём один раз, время на исходе, время истекает, нужно ловить момент, да, пока ещё в фертильном возрасте, да, пока ещё стоит, да, пока ещё есть порох в пороховницах. Нужно ловить момент, нужно встречаться, нужно жить полной жизнью, и что он хочет жить полной жизнью с вами, да, не факт, что эта полная жизнь будет какая-то серьёзная, но, во всяком случае, да, желание встречи, желание любовного свидания, вот об этом человек вам может сказать, да, то есть клюнуло его, припёрло его, хочется ему, скучает, что ещё, да, понял, что жизнь коротка, что нужно ловить момент, что нужно встречаться, общаться. Вот здесь вот мне, честно говоря, да, вспоминается песенка Муслима Магомаева про колесо чёртово, да, помнишь, как по весне мы на чёртовом крутились, колесо, колесо, колесо. В общем, не буду я его имитировать, да, не буду изображать Галкина дальше, поставлю ссылку под видео, может быть, кому-то будет интересно, прикольно послушать, да, и представить вместо Магомаева, вместо рожи Магомаева, Магомаева, рожи своего возлюбленного. Вот, кому нравится, да, у кого какие фантазии, да, здесь должна быть картинка больной, ублюдок, но тем не менее, да, вот, в общем, музыку поставлю. Вот у человека весна, да, то есть у него, наконец-то, человек здесь проснулся, понял, что весна настала, весну нельзя, да, нельзя терять ни минуты, скорее, вот, весну нужно использовать, нужно встречаться, что весна пора любви, и что вообще у человека там весна в сердце, весна в отношении вас, и он хочет развития, хочет действий, хочет встречи, как минимум. Вот, колесо, точка отправления, да, пункты назначения, помните фильм, да, шутка, там целая франшиза была, пункты назначения. Судьба благоприятствует, не надо просить и платить, можно получить все даром, но время любви переменчиво. Непостоянство, вот такое значение здесь имеет эта карта, да, то есть человек, вот, да, куда человека подует, как вот у него колесо, это судьбы и фортуны крутанется, да, колесо желаний его собственных крутанется, вот так он к вам и, собственно, проявится, да, что он хочет, хочет встречаться, хочет вот так вот гулять с вами, сидеть на лавочке, да, пойти, может быть, в парк какой-то доступный, и вот так вот с вами там на природе проводить время, ну, а потом провести время еще за каким-то бурным романтическим свиданием в разных других плоскостях, да, в горизонтальной там и прочее. Сначала вертикально, потом плавно перейти в горизонтальную плоскость, вот, да, я думаю, вы все поняли. В общем, человек, да, человек пробудится, у человека весна, и человек хочет вот романтики, любви вместе с вами, встреч, свиданий, и вот об этом он вам и сообщит, да. Если еще вам кинет эту песенку Магомаева, вообще можно будет поржать, да, вообще умрешь, что называется, вот. Извините, что я сегодня, да, в таком веселом расположении духа, на самом деле грустно мне, поэтому вот, да, решила немножко повеселиться, немножко себя развеселить, а то совсем тошно, совсем грустно. Вот, счастья вам, любви, гармонии, пусть, тем не менее, этот вариант у вас проиграется, да, потому что, в общем-то, ну, если вы давно ждете человека, то уже и пора ему проявиться, да, пора ему, может быть, уже принимать какие-то решения. Попробуйте, если он все-таки предложит встречу, свидание, не отказываться от этой встречи, от этого свидания, а там авось и, вот, да, за свиданием, как интересно, над ними прям вот сердечко парит, да, прям вот их соединяет. Музыка нас связала, да, Магомаев нас связал, чертово колесо нас связало. Так вот, да, пусть, ну, зацепите человека за вот этот его какой-то посыл к вам, да, там уж пусть оно развивается, да, раскрутите это его колесо, пусть он раскручивается уже на что-то более серьезное, на то, что вам нужно. Ну, вот, да, зацепить человека за вот это желание встречи с вами, за вот эту сиюминутную возможность, да, сиюминутный момент, да, лови момент, вот, попробуйте, попробуйте это сделать, пойти человеку навстречу, если он захочет с вами свиданий, и если вы на него не дуетесь, не обижаетесь, а хотите развить отношения. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, все, что могла я вам здесь выдала. Пусть у вас все будет хорошо, вариант проиграется, а я перехожу к следующей, ко второй позиции и к красному сердечку. Итак, для тех, кто выбрал второй вариант и красное сердечко, вторую карту в этом раскладе, какое признание, какое сообщение вы здесь от человека получите. Шестерка жезлов, да, здесь очень интересная трактовка. Во-первых, может быть, получите, ну, да, желание, получите признание в том, что человек желает, хочет к вам приехать, хочет какого-то развития, хочет действий, да, хочет быть вместе с вами, может быть, задумалась я, задумалась может быть, да, может быть, если у человека уже есть какие-то семейные узы, да, и он думает, что вы не знаете об этих его семейных узах, вот тут вот он может вам признаться в том, что у него эти узы все-таки есть. Но я думаю, что если у него там кто-то есть, то, да, жена во всяком случае, да, если у него есть жена, если не вы его жена, соответственно, да, если у него там есть жена, я думаю, вы давно уже об этом в курсе, так что это будет, что называется, секрет Поли Шинеля, да, секрет, который известен всем. Вот, ну, давайте, может быть, я доп дотащу к этой карте. Посмотрите, будет ли это разговор о вас или будет ли это разговор о какой-то, да, о какой-то секретной для него женщине, с которой он там время проводит. Да вы знаете, да, тут выпадает еще одна, кстати, шестерка, шестерка кубков, да, такое впечатление, что особо-то женщин там, да, женщины его как-то особо и не интересуют, простите, вот, ладно, не будем дальше мучить карты. Вот, такое впечатление, что это все-таки вы, даже если у него там какая-то женщина есть, она все равно, вот, он с ней как бы вынужден плыть в любовной лодке, но все равно вы для него, да, вот, некий идеал, некое исполнение желаний, вы его некое солнышко, вот, да, я за кадром карту солнца достала, поэтому говорю прям вам про солнышко. То есть человек хочет исполнения своих желаний с вами, хочет развития, хочет быстрой встречи, хочет любовного свидания, может быть, какой-то совместной поездки куда-то. И помимо поездки вообще, ну, уже, скажем так, засиделся человек дома в буквальном смысле или в переносном смысле, засиделся человек без вас, засиделся человек в девках, да, человеку уже пора замуж, человеку уже пора развивать отношения в каком-то таком для вас более близком, да, более значимом ключе. Так, нет, пардон, шестерка Пентакли, не то, не туда полезла, шестерку Жезлов сейчас вот посмотрю, значение. Подарок называется карта. Вы не были рождены, чтобы жить в заточении. Скоро шлюзы чувств откроются, и тогда вы получите то, чего всегда желали. Контакт. Вот, да, на контакт человек выйдет в любом случае, но я бы сказала, что этот контакт будет, в общем-то, не просто так, да, не потому что, ну, просто соскучился, да, или просто надо галочку поставить, отметиться, да, пообщаться и всё такое, а потому что именно человеку хочется развития, хочется движения, хочется к вам приехать, хочется действий, да, хочется вот романтики. В некой любовной лодке с вами вместе плыть, даже если у него кто-то есть, человек хочет, чтобы вы были с ним, чтобы вы были рядом, чтобы вы были его счастьем, да, и, возможно, даже от семейного счастья человек хочет вместе с вами, независимо от того, есть у него кто-то, нету, человек хочет именно с вами вот этой вот любовной лодки, семейной лодки. Кстати, мне тут вспомнилось, да, два момента вспомнились. Во-первых, сравните, называется, эту карту с картой из 2-й импрессионистов, 6-й мечей, по-моему, разбитая лодка там, да, буквально. Там, кстати, лодка во многих фигурирует, да, на многих картах фигурирует в 2-й импрессионистов, 2-й импрессионистов, лодка. Так вот, эта карта 6-й жезлов скорее напоминает 2-й импрессионистов, не 6-й мечей, а 4-й жезлов, помните, это брачная карта, где там, да, муж и жена, одна сатана выплыли на закате, да, на закате или на восходе выплыли на пленэр, да, на лодочке. Вот, с одной стороны, свидание, когда твоя любимая женщина рядом, а с другой стороны, да, работа художника повседневная. То есть, вот здесь такая же история, да, то есть, художник со своей музой в любовной лодке выплыли на любовное свидание, да, куй железо, не отходя от кассы, тут тебе и жена, и семья, и любовь, и пленэр, и работа. Вот, может быть, так получится, что человек захочет с вами совместить как-то свою работу, да, и вместе вас, ну, вытащить, да, вытащить. Если он не может оторваться от производства, он скажет, ну что, приходи к нам на производство, будешь со мной, будешь при мне. Вот, я так скучаю, хочу, чтобы ты была рядом, или ты был рядом, как вариант. Вот, да, и что еще, да, то есть, человек, может быть, позовет вас к себе на работу, или наоборот, или в ту деятельность, которой он занимается, да, чтобы и с вами еще провести время вместе. А если он, да, ну, или наоборот, он забьет на работу и скажет, все, хватит, я уже упахался, да, в красной зоне уработался уже, да, либо ты к нам в красную зону приходи, будем свидание устраивать, либо я, да, делаю перерыв, делаю отпуск, идем с тобой на свидание, наполняемся энергией, наполняемся весной, наполняемся вот этой вот силой природы, силой любви, силой безмятежности какой-то в наших отношениях. То есть, человек захочет с вами отдохнуть, захочет с вами провести как-то время, потому что, в принципе, время, проведенное с вами, это для него как отдых. И еще, какое мне здесь, да, какая мне здесь ассоциация пришла, посмотрела недавно французский сериал «Клан Паскье», кому интересно, он в свободном доступе на Ютубе, ей ссылку вешать не буду, кому надо, найдете, да, он без перевода, субтитров нету, скотины такие, да, не сделали субтитров, и автоматических нет субтитров. Но там тоже была вот такая вот история, да, когда девушка там поплыла на лодочке с неким мусьё, вот, мусьё там уже в возрасте, да, с профессором со своим, вот, и она ему там делает признание, у него такая рожа, чё, вот, удивленная рожа. Потом она встает, и вот, когда она встает в лодочке, да, вот тут еще главное не звездануться вместе с этой лодочкой, да, потому что, ну, равновесие надо держать в этой лодке, вот, так, был такой момент, что как будто бы она в воду сейчас кинется, то есть вот, либо она в воду кинется, либо она к нему кинется в объятия, но нет, она подошла к нему и села, так сказать, да, на ручки к нему залезла, так сказать, вот, и они там обнялись на этой лодочке, спокойно поплыли. Ну, да, потом он к ней залез ночь, она к нему в лодочку залезла, потом он к ней залез ночью, да, потом она утопилась в итоге, как я поняла. Ну, в общем, веселый, да, веселая, романтичная, ну, не то, что веселая, да, это мне весело, мне все весело, извините, да. Такая вот очень мелодраматическая, красивая, романтическая сага, можно сказать, да, «Клан Паскье». Вот напомнило мне вот это изображение, вот этот небольшой эпизод с этой лодочкой. То есть человек готов все бросить, да, готов окунуться с вами вот в страсть, в романтику, и пофиг ему, да, перевернется эта лодка, не перевернется, вот главное сейчас, да, главное куда-то двигаться, главное жить, главное реализовывать свои желания, реализовывать свое счастье, да, с вами вместе. Может быть и на перспективу, но главное вот начать сейчас, да, и начать встречаться, да, начать с вами просто куда-то выходить в свет, выползать на природу, к воде куда-нибудь. Вот этого здесь человек хотел бы, и он об этом вам и сообщит, да. Вот, может быть, кстати, как это, потребует от вас, чтобы вы для него были вот некой такой прекрасной дамой, некой музой, как для художника, да, сам он художник, может дворник, но художник в душе, а вы его муза. Может быть, кстати, будете гулять под дождем, потому что вот зонт это символ, да, ну, то есть зонт не то, что символ, да, это не только от солнца, как здесь, видимо, но еще и от дождя. То есть вот, может быть, даже дождь не остановит этого человека, он скажет, пошли гулять, дожди не дожди, пофиг, да, лишь бы только быть с тобой, лишь бы только гулять вместе с тобой, увидеться наконец-то, лишь бы только было какое-то движение в отношениях. И, кстати говоря, если вы ждали от человека какого-то подарка, и если он должен был вам какой-то подарок, то человек вот этот подарок вам тоже готов будет подарить, да, чтобы сделать приятное что-то, да, может быть, с неким намеком на продолжение. Человек сидел в заточении, опять же, и не может он больше, ему нужен выход, да, вот, про бздиться нужно, как мой папа любил говорить, вот, да. Привет тому, кто тоже употребляет это слово, я знаю, что некоторые товарищи тоже этим словом не брезгуют. Вот человек хотел бы, да, но у него самые высокие, самые высокие намерения гулять с вами, развивать с вами отношения, куда-то двигаться с вами, потому что он не может, он уже засиделся в девках, он не может без вас. Все, пожалуй, да, красное сердечко нам, в общем-то, наверное, максимальный накал страсти дает, ну, один из максимальных, да, каких, да, потенциальный накал, скажем так, да, какие здесь могут выдать эти карты. В общем-то, карты романтические, и, ну, да, это вам не докамерон, это просто романтика такая легкая, но вот этот товарищ вполне себе даже очень страстно к вам настроен, и самое главное, не только страстно, здесь еще и обдуманно, здесь вот все его потребности, да, организма физические, психологические, эмоциональные, какие угодно, все направлены на вас, на встречу с вами, потому что вот увидеть вас, это для него уже реально потребность, ему уже хочется быть с вами, ему уже хочется быть вместе. Вот, ну, все, пожалуй, я и так много всего рассказала, хотела быстренько счастья вам в любви, гармонии, пусть у вас все будет хорошо, пусть вы получите приглашение на встречу, приглашение развивать отношения, да, послушать птичек где-нибудь на природе, да, что еще, плыть вместе в любовной лодке, все равно куда лишь бы с вами, пусть и такое признание вам загаданный человек сделает, пусть сам знает, куда он правит, да, и сам распоряжается своей жизнью, лишь бы только вы были в его жизни, все, вот теперь все, счастья вам, любви, гармонии, я перехожу к следующей, к третьей позиции. Итак, для тех, кто выбрал третью карту, голубенькое сердечко, что вы услышите от человека, какое признание от него получите? Пятерка мечей, да, голубой цвет, так вот совершенно спонтанно, почему-то выпал на мечевую карту, а здесь в мечах тоже голубой, один из превалирующих цветов. Может быть, у вас король мечей, да, раз уж я про мечи заговорила, может быть, и нет, может быть, не обязательно, но вы получите сообщение, признание о том, что человек скучает по вам. Может быть, у вас была ссора, был какой-то конфликт или какое-то недопонимание, которое вас как бы раскидало по разные стороны чего-то, да, по разные стороны некого моста между вами. Может быть, вы здесь на расстоянии, общение может быть сугубо письменным, да, и из-за этого могут идти какие-то недопонимания. В одном из предыдущих раскладов я говорила, что 80% информации получается невербально в общении, да, мы получаем невербально в общении, поэтому вот здесь вот из-за такой какой-то вербальной несостыковки, из-за некого когнитивного диссонанса у вас могло быть какое-то тупое непонимание. Тупое непонимание из-за тупо когнитивного диссонанса. Вот, но у человека сердце разбито, человек, в общем, готовил вам какой-то подарок, может быть, ждал какого-то развития, но так долго готовил-готовил, что вам уже надоело его ждать, или вы где-то не поняли, как он думает, где-то чего-то не оценили его добрых намерений к вам, да, вы ему поставили какой-то заслон, вы его, может быть, послали на несколько букв, да, вот, и здесь человек вот буквально с разбитым сердцем, он тоскует, он страдает, ему больно, ему плохо, причем самое интересное, возможно, человек действительно в возрасте, да, то есть, ну, либо это король мечей, либо товарищ в возрасте, когда вот он мог вас воспринимать как некую свою лебединую песню, да, вот, лебединая песня любви, лебединая песня чувств, да, то есть, последний шанс на счастье, либо ваших отношений, ну, то есть, либо вы его последний шанс на счастье, да, вот такая яркая любовь, да, как у Гёте, у нашего, да, Иоганна Вольфганга фон Гёте, там, любовь последняя была в 80 лет, а девочке было 16, что ли, там, или 18, вот примерно такая же здесь может быть история, да, и, да, ну, либо в ваших отношениях это была вот некая последняя попытка, попытка номер 5, да, вот некая, да, вот последний шанс, да, вот у человека было ощущение последнего шанса с вами, либо вообще с вами, либо в ваших отношениях, вот, и человек готовился к этому шансу, человек что-то для вас делал, что-то, может быть, приятное для вас, да, хотел подарить, или что-то сказать, да, но пока он это готовил, пока он это писал, да, пока он обдумывал эти мысли, пока он этот подарок мастерил собственноручно, может быть, вот поезд уже ушел, вы от него отвернулись, или поставили какое-то, да, какие-то препятствия между вами, или вы просто подчеркнули вашу разность, ваши препятствия и сказали, что, ну, ты меня, конечно, извини, да, но глупить, наверное, не надо, между нами, вон, да, муж, жена, дети, 150 километров, да, разные города, там разные страны и т.д. и т.п., мы на разных берегах живем одной реки, да, по разную сторону одного моста, то есть вот что-то нас такое разъединяет, так что, ну, глупо было тебе надеяться на что-то, да, на что-то серьезное, на какое-то серьезное продолжение, то есть, может быть, у вас какие-то такие фразы были сказаны, может быть, я не исключаю, что вы здесь сами разочарованы, и эти фразы ему сказали, ну, не то, что как бы не со зла, а именно потому что, ну, вы сами уже разочаровались в этом, и вы просто показали ему ваше собственное разочарование, ваше собственное понимание, что, ну, это бесперспективно, это как-то вот, ну, что невозможно, да, дальше ваши отношения невозможны, потому что, ну, допустим, если сейчас человек ничего не сделал, почему он будет делать что-то дальше, да, сколько можно его ждать, да, если он никак не мог сделать выбор, никак не мог решиться, то, а смысл его ждать дальше, а что дальше изменится, да, может быть, такая вот у вас была позиция, а человек долго-долго готовился, да, как это русский мужик долго запрягает, но быстро едет, ну, вот он тут очень долго запрягал, видимо, да, и когда он уже почти приготовил какое-то решение, какой-то подарок, какое-то развитие отношения, на которое он вдруг, да, вот нацелился, может быть, вот здесь вот вы ему, да, серпом по одному месту, собственно, сделали, то есть вот у него такое вот ощущение, да, что все пропало, что ему подрезали крылья, что зарубили его какую-то лебединую песнь, да, вот что вы ему дали от ворот поворот, от моста поворот, послали его, в общем, и т.д., и т.п. Сейчас давайте найдем, так, пятерку мечей, «Лебединое озеро», да, на «Лебединое озеро» отказались с ним пойти посмотреть этот балет, балет. «Душа страдает от унижения, не желая себе в этом признаться. Она в смятении и не может простить потеря». Вот человек признается вам в том, что вы для него как потеря, что ваши какие-то резкие слова сделали ему очень больно, что у него буквально подрезаны крылья, да, что вот он что-то вам готовил, но раз вы не хотите, значит, вот все пошло прахом, все рухнуло в ваших отношениях. Может быть, так и скажут, что это был мой последний шанс на счастье, мой последний шанс найти настоящую любовь, да, настоящие какие-то чувства, да. «На мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Это, по-моему, Пушкина, не Гёта, да, ну вот такая же история, как у Гёта, да. Хотя этот чувак мне Достоевского больше напоминает. Вот, то есть вот что-то здесь такое, да, вы разбили этому человеку сердце, человек вот признается, скажет вам, что, наконец-то он это скажет, да, что он по вам скучает, что он не может без вас, что его сердце разбито, что вот его жизнь может быть как-то сломлена, что все надежды его сломлены, сломаны, да, вот благодаря тому, что между вами препятствия или тому, что вы, ну, не считаете нужным или возможным эти препятствия преодолевать, то, что вы подчеркнули, что между вами уже ничего невозможно, да, или что вы молчите, допустим, да, что вы с ним поссорились окончательно, давайте еще дотащим, да, хочу дотащить карту, посмотреть, что же там еще, ой, аляльба Венчаро, вот реально какой-то мечевой товарищ здесь, еще одна мечевая карта, рыцарь мечей, ну, ничего, да, здесь мы буквально видим некую победу, возможно, здесь человек не будет вешать нос, не вешать нос гардомарины, вот, возможно, человек здесь будет бороться с вот этой своей скукой, с вот этой своей тоской, и вот то, что вы ему дали от ворот-поворот, это, наоборот, его еще больше стимулирует, и он захочет добиваться вас, захочет преодолевать препятствия между вами. Двойка кубков, ну, возможно, между вами расстояние, естественно, да, двойка кубков хорошая карта, любовь есть здесь все-таки, но такая вот здесь, да, интересная двойка кубков, с одной стороны, любовь, с другой, с одной стороны, влечение, а с другой стороны, есть понимание, что мы разные люди, да, здесь буквально из разных колодцев пьют вот эти два товарища, то есть, да, два партнера неких потенциальных, интерес есть, но мы на расстоянии, мы разные люди, мы живем в разных мирах, в разных плоскостях, и вот что-то нам нужно будет делать, да, вам человек скажет, что-то нам нужно будет с этим делать, если мы хотим быть вместе, нам как-то нужно учиться пить из одного колодца, или, по крайней мере, преодолевать вот эти все когнитивные диссонансы и все непонимания, которые между нами, да, если мы хотим соединения, то нам пора уже это как-то решать, да. Еще давайте дотянем, и, наверное, больше не будем, 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 будем. Человек может быть женат, да, старший Аркан Иерафант, старший Аркан Папа, но женат, не женат, да, умудрен опытом, не умудрен опытом, в любом случае, человек вам признается, что с вами он снова юн, что у него, тем не менее, есть желание с вами начинать отношения заново, да, перезагрузку произвести в ваших отношениях, что он готов, да, кстати, здесь вот опять некое чаепитие мы здесь видим, да, там вот они пьют из двух разных колодцев, а здесь вот на одном столике, ну, не важно, что он ногами сюда залез, на этот столик, да, тут на одном столике две чашки, да, или это, а, нет, это одна чашка, ну, ладно, две чашки, все равно там не видно, все равно мелко, две чашки на одном столике, то есть человек хотел бы вместе с вами, да, наконец-то соединиться, наконец-то попить вместе чай, все объяснить, все обговорить, да, наконец-то вот, как бы черпать чувства из одного колодца, друг друга понимать в чувствах, да, друг другу правильно выражать свои чувства, говорить на одном языке друг с другом, да, чтобы у вас было полное понимание, чтобы у вас было именно то понимание, которое нужно для настоящей пары, для настоящего развития отношений, когда никто никому не делает больно. То есть, может быть, он, извините, сам накосячил, сам сделал больно. Вы, ну, сколько можно терпеть эти косяки, да, все-таки мы не мазохистки, вот, тоже нужно поставить некий заслон человеку, чтобы больно хотя бы не делал. Вы этот заслон поставили, да, исходя из своих интересов, да, из того, что он вам делает больно прежде всего, и нафига это все терпеть. Но вы этим ему, может быть, сделали больно, и человек вот здесь обиделся. Может быть, он вот об этом вам сообщит, да, что пора перестать делать друг другу больно взаимно. Пора уже осознать то, что мы созданы друг для друга, и уже начать отношения заново, с нуля, с чистого листа, и уже не заморачиваться, да. Вот здесь вот тот же товарищ, но, видимо, уже помолодевший, сбривший бороду, да. Человек, может быть, скажет, все, это последняя карта, все, хватит, хватит. Это последняя карта, человек мечтает о вас, человек действительно может приготовить вам некий подарок. Он хочет с вами встречи, вот о чем он здесь сообщит. Он видит вас в каждом столбе, в каждой проходящей девушке, да, если вы девушка, соответственно, там, в каждом проходящем партнере, чем-то похожем на вас, да, волосы похожи, там, одежда похожа, куртка похожа, да, там, смотрит на голых баб, да, и думает, а как вот, а похожи ли они на вас, да. Да, парнушку смотрит и думает, а вот похоже, похоже ли это на нее, вот, шутка, шутка, да, то есть человек, может быть, готовит какой-то подарок, готовит соединение с вами, готовит движение к вам, да, то есть вот здесь обломанный некий товарищ, да, обломанный свидант, а здесь вот, да, человек, который перезагрузился, да, забыл свою тоску и вновь готов, вновь боеспособен, вновь мечтает, вновь хочет с вами свидания, новый букет вам приготовил, сам оделся в яркие, в яркие цвета, кстати, когда нам хочется красного, да, когда вот не хватает красного цвета, когда мы на себя надеваем красное, это явно говорит, что, ну, нам не хватает энергии, что мы хотим вот эту энергию взять за счет цвета, да, то есть вот здесь, может быть, человеку действительно не хватает энергии и он, ну, сам себя как-то взбодривает, сам себя бодрит, сам храбрится, ну, может, и порнушку смотрит, да, чтобы вас представить и, ну, да, немножко вот вновь, да, вновь научиться мечтать о вас, да, вновь научиться мечтать о каком-то развитии, кстати, вот здесь вот этот самый Голохвостов, да, Голохвостов, Голохвостов на, ну, это не он, конечно, тем не менее, на нулевом старшем аркане здесь он тоже в таком вот розово-красном костюме, да, то есть понятно, что человек снял с себя вот эту осеннюю грусть, осеннюю пастельную тоску и готов, готов действовать, наполнился энергией, да, готов в какое-то развитие с вами идти, готов пробовать и пытаться еще раз, снова и снова, потому что ему плохо без вас, ему трудно без вас, и вы сердце его буквально разбили, ранили, но ничего, да, заживет, да, залижет раны, раны заживут, да, крылья себе подлечит, да, крылья себе перевяжет и полетит к вам, как ни в чем не бывало, извините, вот, но вот здесь вот может быть прогресс в том, что человек раньше не говорил вам вообще, что вы ему чем-то делаете больно, а вот тут он таки скажет, да, и вы наконец-то поймете, что вы действительно для него многое значите, потому что, ну, если вы делаете ему больно, значит, это кому-то нужно, значит, да, вы для человека важны, потому что люди, которые больно нам не делают, они нам как бы вот, ну, параллельны, да, собственно, то есть то, что касается нашего сердца, то, что для нас близко, то, что вот самое наше важно для вас, да, вот самое наше нутрок какое-то, да, вот все, что этого касается, это может быть очень болезненно, особенно если речь о каком-то фиаско, о каких-то неприятностях, да, ну, ничего, здесь человек фиаско потерпел, но он направится, да, хорошие карты, человек будет готов с новыми силами, с новыми желаниями, с новым упорством к вам идти, к нам, к вам и развивать дальше отношения, начать все с чистого листа, начать все на новых основаниях, научиться друг друга понимать, научиться общаться, научиться веселиться с вами вместе, да, и веселить вас, делать вам приятное, то есть вот здесь человек готов на некую романтику, вот, так что если он начнет вам плакаться сначала, имейте в виду, что это такое своеобразное признание в любви, да, и что это не упреки скорее, а скорее признание вашей значимости, вашей важности в его жизни и признание того, наконец-то признание того, что вы разбили ему сердце, что он вас любит в конце концов, вот, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, пусть вы это от человека услышите, если у вас такая ситуация и такой вариант, а я перехожу к следующей, к четвертой карте, итак, для тех, кто выбрал четвертую карту, и следующее, зеленое сердечко, какое признание вы получите в загаданный срок от загаданного человека, ну, да, на пентаклях, десятка пентаклей, на пентаклях у нас зеленый цвет доминирует, вот, да, зеленое сердечко нам дает эту доминанту зеленого цвета и в карте, хотя карты и сердечки разложила абсолютно произвольно, но вот совпадение налицо, что называется. Здесь человек, что вам сообщит, возможно, у человека семья, вот так вот, да, давайте с этого начнем, возможно, у человека семья, не обязательно жена, но вот какие-то семейные обязательства, может быть, вы этими семейными обязательствами грузитесь, да, или вы своими семейными обязательствами очень загружены, или волнуетесь по поводу того, что у него есть семья, да, и он загружен семейными обязательствами. Вот человек, да, но человек вас призовет не грузиться по поводу семьи, получать удовольствие от жизни, да, встречаться, проводить время, ну, как бы, да, вот есть только мы, да, все, что кроме легко уладить с помощью зонта, все, что кроме легко выкинуть просто из нашей жизни, забыть хотя бы на время нашего свидания, хотя бы на время нашей встречи, да, вот давай забудем все, давай забудем все проблемы, давай просто получать удовольствие от жизни друг от друга, от любви друг к другу, возможно, от нашей семейной жизни, если вы в паре, да, если у вас нету семьи у каждого из вас, да, или у одного хотя бы, если вы в паре с этим человеком, ну, то есть, да, отдельной семьи у него, отдельной семьи у вас, или и у него, или у вас, или у него, или у вас, да, короче, вы поняли. Любовные сети, так называется эта карта Десятка Пентаклей, не стоит упускать эту возможность, не затягивайте корсет судьбы слишком туго, доверьтесь своему сердцу, пусть оно ведет вас, не мучайте себя и не задавайтесь вопросами. Чувственность. Вот человек скажет, предложит вам реализовывать вашу чувственность с ним, предложит вообще забыть все вот эти вот вопросы, все социальные вопросы, все какие-то вот эти вот препятствия социальные, которые между вами, все обременения, которые между вами. Если у вас общие дети, которыми вы все время занимаетесь, да, или общая семья, которую, на которую уходит все ваше время, все ваше внимание, человек скажет, слушай, давай забьем на них, да, давай посвятим время себе, все-таки вспомним, что мы муж и жена, давай-ка проведем время вместе, давай вот насладимся обществом друг друга, давай вернем в наши чувства романтику, в наши отношения, да, чувственность, вот. А возможно здесь человек будет вас, да, если вы, соответственно, не в паре, если вы не муж и жена, возможно человек будет вас так соблазнять, да, что забудь про семью хотя бы на время, давай насладимся любовью, давай насладимся нашими чувствами, да, не нужно искушать судьбу по-лишнему, если шанс выпадает, надо этим шансом пользоваться, да, куй железо пока горячо, получай удовольствие, да, не надо вот слишком мучить себя и меня какими-то подозрениями, какими-то упреками, какими-то излишними накрутками, да, накрученными препятствиями какими-то, давай встречаться, давай развивать отношения, давай хотя бы один раз встретимся и проведем время вместе, забыв, забыв обо всем, забыв о всех, помня только о нас с тобой, о нашей с тобой любви, и давай больше ни о чем не заморачиваться, да, и просто вот любить друг друга и реализовывать друг с другом свои чувства, свои страсти, свои желания друг к другу, вот такой вот здесь, пожалуй, вариант, все, пожалуй, синонимы здесь мои исчерпаны по этой позиции и, а что тут еще у нас есть, да, любовные сети, ну вот, да, не стоит упускать эту возможность, не искушайте судьбу, да, если возможность дается, если есть такой шанс, да, может быть, не будет, опять новая волна коронавируса пойдет, новый пойдет, новая изоляция, да, давай не будем искушать судьбу, давай встретимся сейчас, пока есть возможность, да, а то потом новый карантин наступит и вообще тогда не увидимся, не вылезем никуда, как вариант, да, как вариант такой вот, такое сообщение, такое признание человек может вам сделать, да, ну, что, что у него страсть созрела уже к вам, что эта страсть требует выхода, что он вас хочет, вот это вы здесь тоже можете от него получить, я уж не буду говорить там про всякие техники связывания, я думаю, что это мало кому, да, мало кому, да, интересно, мало кому это свойственно, да, мало кому присущ интерес к техникам связывания, может быть, кстати, насчет связывания, человек вам в переносном смысле скажет, что вы себя слишком повязали работой, слишком повязали обязанностями семейными, слишком вы себя вот держите в черном теле, слишком вы себя вот сдерживаете, вы себя уже загнали, да, как бедную лошадку, он хочет вас освободить своей любовью, да, хочет дать вам отдых, хочет подарить вам любовь, да, и самому страсть вот эту с вами испытать, и вам эту страсть подарить, хочет, чтобы вы отдохнули, чтобы вы спокойно вздохнули, расстегнули, расшнуровали вот этот корсет, в котором вы себя держите так или иначе, в черном теле. Вот такие какие-то соблазнения вы от человека здесь получите. Вот теперь все, пожалуй. Счастья вам, любви, гармонии. Пусть у вас все будет хорошо, и пусть такие любовные признания все-таки будет от человека к вам. А я перехожу к следующей, к пятой карте. Итак, для тех, кто выбрал фиолетовое сердечко и пятую карту, какое признание вы здесь получите от загаданного человека, королева Жезлов? Ну, что вы его королева Жезлов, что вы его мечта, что вы такая вот для него очень сексуальная, очень притягательная женщина, или что вы очень сексуальный, притягательный мужчина, если вы мужчина, соответственно. То есть такой вот очень яркий вы для него партнер, огненный партнер. И вот только он о вас подумает, он сразу загорается у него, сразу вот, вот прям вот, да, вот он весь вот наполняется этой же огненной энергией, когда он думает о вас. А думает о вас он часто, это он вам и сообщит, что он думает о вас, ностальгирует о вас. Если у вас было какое-то общее прошлое, то человек вспоминает это очень общее прошлое, и ему это очень нравится, он вот буквально мечтает, да, то есть мечтает о будущем, вспоминая некое общее прошлое с вами, с одной стороны. А с другой стороны, если у человека был какой-то такой вот очень красивый опыт, он может вам... Отношения имеется в виду, да, он может вам сказать, что я хотел бы этот опыт пережить именно с тобой, еще раз вновь повторить вот это все, да, повторить, насладиться вот этим моментом, да, как это, что повторить-то, да. В общем, все самое прекрасное, что у него было в жизни, в интимных отношениях, в любви, да, в высоких каких-то отношениях, все он хотел бы повторить с вами, да, возродить с вами, потому что, ну, да, здесь у нас хозяйка притона некая, да, то есть богатый опыт у человека явно, или он думает, что у вас богатый опыт, или что у него богатый опыт, да, и он хотел бы реализовать с вами вот этот опыт, да, то есть либо свой прошлый повторить, либо даже где-то, чтобы... Хотел бы, чтобы вы повторили с ним ваш предыдущий опыт в отношениях, да, вот, кстати, да, и в отношениях, и в близости, ну, наверное, в близости, и в страсти прежде всего. Вот, может быть, вы получите от него такое признание, что он хотел бы быть для вас самым лучшим, самым замечательным, и вот когда человек для тебя важен, и когда ты знаешь о его прошлых отношениях, да, когда ты знаешь, там, куда они ходили, что они там делали, да, в какие места посещали, то есть ты хочешь перегикарить, да, с собой пометить, как бы, да, переметить вот эту территорию, ну, то есть, да, вот они ходили там в какую-то кафешку, да, с предыдущим партнёром, допустим, да, и ты хочешь с этим, с твоим любимым человеком тоже туда же пойти, чтобы память о прошлых отношениях изгладилась, и чтобы это место было соединено с тобой, было связано с воспоминаниями, с мыслями о тебе, с представлениями о тебе, короче, поняли, да, то есть, чтобы ассоциировалось это место только с тобой, а не с какими-то предыдущими партнёрами. Вот здесь вот такое признание может вам человек сделать, да. В принципе, сюда это тоже подходит, такая вот мысля мне пришла, в общем-то, из моего тоже опыта, да, то есть, когда, да, понимаешь, что прошлые партнёры ещё как-то вот даже в негативе могут сидеть в голове, да, у твоего любимого человека, да, прошлые партнёрши, то тут вот, да, возникает такое вот желание какое-то собственничества, и ты говоришь, ну, что, да, давай пойдём переметим все эти места, будут эти все места связаны с позитивом, с радостью, с новыми отношениями, может быть, где-то залечить раны вот так вот, да, но здесь скорее не про залечить раны речь, а здесь именно повторить приятное, переметить приятное, быть для вас лучшим партнёром, как вы ему, этому загаданному человеку, представляетесь лучшей партнёршей или лучшим партнёром. Вот такое здесь, пожалуй, значение. Е, где королева жезлов у нас, хозяйка притона, называется карта, страсть и привязанность, оставляет тайные шрамы, даже на каменном сердце, но нужно двигаться дальше, интуиция. Может быть, конечно, человек и скажет, да, что он хочет двигаться дальше, но, поверьте мне, поверьте мне, вот как-то так, да, сдаётся мне, что человек хотел бы двигаться дальше именно с вами, и что он интуитивно выбирает именно вас всё-таки, да, а не просто какие-то бесформенные, бесполезные мечты, и просто какие-то вот, да, воспоминания, иллюзии. Вот карта смерти, человек понимает, что, во-первых, всё, что было в прошлом, оно в прошлом, и осталось, что оно уже умерло, что пора развиваться дальше, пора трансформироваться, пора забывать всё старое, идти к новым берегам, да, вот интересно, карта смерти, я говорила про воспоминаниям и про новое начало, да, вот оно, собственно, она, собственно, здесь и подтверждает мои слова, карта смерти, королева мечей, так, две королевы у мужчины, да, здесь королева жезлов, королева мечей, ну, вот всё-таки, да, семёрка кубков, всё-таки человек хотел бы, в чём он признается, он хотел бы всё забыть и насладиться чувственностью с вами, действительно, повторить всё, да, вот все семь вариантов, да, все семь неких своих фантазий, которые у него есть, да, или, возможно, все семь мест, про которые вы ему говорили, что вы там с кем-то посещали, с предыдущими вашими партнёрами, то есть вот что-то такое человек здесь хотел бы переекорить, переделать с вами, чтобы вновь испытать какую-то радость, или чтобы вы с ним вновь испытали, может быть, и, не или, а и, и чтобы вы с ним испытали вот эту радость, да, ну, теперь уже с ним, а не с кем-то другим, либо повторили радость прошлого, которая была между вами, да, и пора уже вот эту холодность, пора уже какую-то отчуждённость, да, пора уже, ну, может быть, где-то перезагрузить отношения, и, ну, даже если отношения были разорваны, здесь человек вот хочет восстановления, с одной стороны, но, с другой стороны, он не будет делать это вот слишком прямо, да, что мне тебе не хватает, мне не хватает, да, наших серьёзных глубоких каких-то отношений, здесь человек начнёт по-лёгкому, да, начнёт с реализации мечтаний, с реализации фантазий каких-то любовных, да, то есть вот давай пока помечтаем, давай возродим наши мечты и фантазии просто для того, чтобы приятно, романтически, любовно проводить время, а там посмотрим, да. Вот, ну чё, всё, наверное, ну вот и император, да, императором чаровник, да, человек себя чувствует с вами, и вы его, наверное, императрица всё-таки, а не королева жезлов и хозяйка притона, вот, даже если человек был женат, я бы здесь даже сказала, что он готов уходить из тех отношений и идти в отношения с вами, да, и быть вашим императором, и только вашим императором, даже если у вас был какой-то конфликт, вы на него, может быть, обижались из-за того, что, ну, условно говоря, как он может думать, приревновали к каким-то прошлым, к каким-то его бывшим, да, которые на него уже внимания не обращают, вот здесь вот человек будет вам доказывать и говорить, что только с вами он настоящий император, только с вами он мужчина, только с вами он так хорошо себя чувствовал и больше ни с кем, да, вот с вами он чувствовал себя любимым, желанным, и что вы вообще, да, вы вообще его любовь, его страсть, и человек хотел бы повторения только с вами, а все другие отношения для него уже в прошлом, вот такой здесь, да, такой здесь, пожалуй, вариант. Вот все, пожалуй, по этому варианту, по этой позиции Счастья вам, любви, гармонии Пусть у вас все будет хорошо Пусть человек все-таки наконец-то признается, что вы единственная женщина Или единственный мужчина в его жизни, в ее жизни Который до сих пор занимает его сердце До сих пор вы в его сердце И больше никого там нету И все остальные уже покинули его сердце Все остальное уже ушло в прошлое Только вы из его прошлого остались с ним Потому что он хочет с вами некого будущего Некого повторения прекрасного прошлого Может быть будущего Он мечтает о будущем с вами Может быть о будущем еще более радужном Еще более приятном и красивом Чем прошлое, его или ваше Король мечей Может быть это король мечей Несмотря на какую-то обломанную гордость Может быть здесь человек готов через эту гордость Переступить Потому что его, во-первых, к вам тянет А во-вторых, его обломанная гордость В конце концов Человек довольно умный И он понимает, что Если он будет лелеять, холить и лелеять свою эту гордость То он ничего не получит Никакого развития А если он сделает вид, что вы его ничем не ранили Что ничего не произошло между вами Что все хорошо, все спокойно Все нормально Что его нельзя унизить Что бы ни происходило Он настолько высок Настолько выше этого всего Он вообще император Что его нельзя как-то унизить Оскорбить Смешно То есть такая вот здесь позиция И человек готов и вспоминать вас И вновь вот эти прекрасные воспоминания С вами возродить И пережить заново романтику и любовь Которая была когда-то в жизни Вот, теперь все Счастья вам, любви, гармонии Пусть у вас все будет хорошо А я перехожу к последней шестой карте Итак, для тех, кто выбрал последний вариант Шестая карта и желтое сердечко Какое признание Какое сообщение вы получите от загаданного человека Четверка кубков здесь выпадает Четверка кубков Угадайте, какое значение в этой колоде имеет Она имеет значение обручения То есть, может быть, получите признание В том, что человек вас любит В том, что человек готов даже с вами обручиться Предложить вам руку и сердце Либо в том, что вы его вот истинная Нареченная или нареченный, соответственно То есть, что вы его истинная пара И человек готов развивать отношения Предложить вам новый уровень отношений Человек понял, что вы его Что он ваш Что вы созданы друг для друга Что пора вам уже и честь знать И уже жениться Пора бы нам уже жениться Вот, то есть, такие самые серьезные намерения у человека Самые серьезные признания Вы от него можете получить Обручение Еще одна плитка Последняя И великая мозаика будет сложена Последнее усилие И дверь к радостям откроется Успокоенность То есть, во-первых, да Безо всяких претензий Безо всяких конфликтов Даже если конфликт был Человек вас простил И он сделает вид, что ничего не было Что все изжито Что все в прошлом Сто пудово это будет Ну, да Вот какие-то приятные слова Какие-то романтические слова Желание развивать с вами отношения Желание быть с вами вместе Желание дарить вам свою любовь Желание за вами ухаживать Желание, я не знаю, примчаться к вам Быть внимательным к вам Да, вот Руку буквально вам протягивать Да, вот вашу руку взять и не отпускать Вот такие вот Могут быть признания Чтобы вы были его И только его Даже если у вас какие-то есть секреты Тайны от него Там и т.д. и т.п. Человеку это безразлично Самое главное Да, самое главное То, что он вас любит Может быть, даже если Вы его где-то не любите Не долюбливаете Это не важно Самое главное Что он хочет быть с вами Он вас и за все готов прощать Да, вот То есть такая вот Очень стабильная Очень спокойная карта Очень Гармоничная карта Да, карта обручения Буквально Вот даже лучше Здесь эта карта Даже лучше, чем двойка кубков Хотя двойка кубков Это стандартная карта любви Карта партнерства Но вот здесь Вот в этой колоде Скорее карта любви Партнерства Это четверка кубков Да, вот Карта Немножко на четверку Жезлов по своей сути Похожа Да, то есть карта обручения Карта брака Карта праздника Какого-то Вот, то есть ждите Предложения руки и сердца Ждите предложения Быть вместе Да, ждите предложения Все забыть Все обиды А ждите предложения Что человек Готов закрыть глаза На какие-то ваши недостатки На какие-то ваши Несостыковки На то, что у вас есть Свои тайны Человек вас и так возьмет Да, вот Готов Да, готов на все Он ради вас ради того, чтобы быть с вами вместе, да, вот, готов преодолевать препятствия, да, идти к вам, туз мечей, готов победить, просто достаю карты, двойка мечей упадает, да, интересно, выбор, который уже сделан, да, то есть его сердце принадлежит вам, может быть, вот так вот, вы его свет, и он, в принципе, тоже готов освещать вам путь с собой, да, куда-то вас вести, в чем-то вам помочь, кстати, да, да, может быть, в переезде, в каком-то движении человек готов вам помочь, он о вас мечтает, он о вас как-то подглядывает за вами, но он уже устал просто о вас мечтать и фантазировать, он уже хочет реального развития нормальных отношений, официальных отношений, когда вы не на расстоянии, да, и когда он не должен прятать свою страсть, да, свои какие-то чувства, когда он может спокойно абсолютно, да, имеет право перед вами раскрыться, обнажить свои чувства, да, сделать признание и уже любить вас абсолютно открыто, да, абсолютно на основаниях, там, вашего мужа, вашего суженного, да, вашего жениха, или просто близкого человека, да, вашего бойфренда, как это называется, вот, по-всякому это называется, да, то есть уже иметь какие-то основания для любви и для проявлений своих чувств к вам, ну, и некое романтическое свидание, о неком романтическом нежном таком свидании под луной, под звездами человек, может быть, тоже заговорит, достала карту луна в дополнение, а еще скажет вам, признается, что он о вас мечтает, вот, что он мечтает, что он уже долго ждал, что хватит, я уже долго ждал, я уже долго прятался, я долго, слишком долго я хранила эти свои чувства в секрете, все, хватит, пришло время, я мечтаю, мечтаю, вот, хватит уже мечтать, хватит уже вот жить какими-то иллюзиями, пора реализовывать наши отношения, да, пора, вот, на ручки, на ручки, да, на ручки вас взять и забрать куда-то и радоваться тому, что вы есть в его жизни, вот, да. Ну, что, пожалуй, все, такой вот довольно объемный, довольно исчерпывающий вариант, и человек готов уже закруглять все, что у него было раньше, да, даже свою жизнь готов поменять, готов начать все заново, и, в принципе, даже если вы на него, да, то есть уже очевидно, очевидное, да, он готов уже признать очевидное, то есть любовь к вам, если даже вы на него злились, человек не держит на вас зла, и человек готов ваше недовольство преодолевать, да, молить вас о прощении, молить вас о какой-то милости, о вашей руке, о ему, да, если был конфликт, кстати, да, может быть, вот это предложение руки и сердца, вернее, конфликт подвиг человека, да, да, наконец-то предложить вам руку и сердце, наконец-то сделать выбор, и человек вот благодаря конфликту здесь мог осознать, что вы его избранница или избранник, вот, ну что, наверное, все, да, и этот человек, в общем, этот конфликт, в общем-то, пошел на пользу отношениям, и человек готов, да, готов развивать, готов сближаться с вами вплоть до предложения руки и сердца, ну вот теперь, пожалуй, все, да, счастья, любви, гармонии, пусть у вас этот вариант проигрывается с искренним предложением руки и сердца, или переводом отношений, переходом отношений на новый уровень, счастья вам, любви, гармонии, пусть у вас все будет хорошо, спасибо картам, спасибо романтическому Таро, спасибо вам за просмотр, всем спасибо, всем счастливо, всем пока!